Обгорелые комнаты, черные от копоти и огня, оплавленные электроприборы и запах гари. Следы пожара в доме по улице Орловской красноречиво говорят о том, что бушевавшее пламя не оставило живого места в квартире. Страшно подумать, что здесь, задыхаясь от дыма, могла погибнуть 4-летняя малышка. Эту роковую возможность мгновенно притекли пожарные, которые спасли ребенку жизнь. Даже совершив такой подвиг, они не считают этот поступок геройским. Они считают спасение людей своей прямой обязанностью. Я не считаю себя героем, как я уже говорил, но действительно присутствует такое зрение, такая точка, как чувствуешь действительно удовлетворение за хорошо выполненную свою работу, тем более, что это был ребенок. Факт о спасении 4-летнего ребенка – первый в истории Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Поэтому такое событие не могло остаться незамеченным. Поздравить спасателей, участвовавших в устранении пожара, 13 февраля пришли представители Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям, а также городского совета депутатов. Сотрудникам МЧС были вручены почетные грамоты за решительные и грамотные действия, проявленные при ликвидации пожара и спасении ребенка. Мы, конечно же, очень благодарны им за это. Конечно, не всегда получается. Очень многое не от них зависит, не от бойцов пожарных частей, но там, где есть малейшая возможность, они всегда придут на помощь и сделают все, что от них зависит, для того, чтобы самое дорогое – спасти жизнь человека. Я понимаю, конечно, что это наша работа, что мы и обязаны спасать людей, обязаны их защищать. Но именно факт спасения маленького человека, скажем так, беспомощного человека, я считаю, это подвиг. За минувший год сотрудники Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям вытащили из огня 26 человек. В основном это мужчины в возрасте 40 лет. Все они остались живы благодаря спасателям, которые, выполняя свой служебный долг, совершили подвиг и без сомнения повторят его еще не раз.